Они грезят когда-нибудь сразиться за мировую шахматную корону, а пока разыгрывают между собой Кубок Магнитки. Такое название получил очередной этап Детского Кубка России. Его участникам от 6 до 15 лет. Магнитогорск турнир принимает впервые, и это большой шаг в развитии этого интеллектуального вида спорта в городе. В этих юных головах сотни шахматных комбинаций. Многих из них просчитывать ни на ход и ни на два, на всю партию вперед. Чтобы уберечь своего короля и поставить мат сопернику, учили с 3-4 лет. Вот и Алиса Горбар уже давно обыгрывает своего папу в домашних турнирах. Через день занимается в клубе, ежедневно уделяет время решению логических задач. Она уже знает, кем хочет стать. Да, я думаю, что я продвинусь дальше, стану бурсмейстером, буду ездить на соревнования в другие страны, развиваться дальше. Кубок России – возможность заявить о себе таким амбициозным ребятам. Ведь это отбор на европейские и мировые соревнования. По результатам этого турнира победители получают кубковые очки. В конце года сильнейшие ребята, которые наберут наибольшее количество кубковых очков, сыграют финальную часть. Это будет заключительный этап. Сегодняшний наш турнир можно считать полуфиналом Кубка России. Победы в этом одном турнире для финала будет мало. Участникам придется поколесить по стране. Этапов детского Кубка России порядка 50. Магнитогорск принимает соревнования впервые. Магнитогорский металлический комбинат всегда уделял большое внимание спорту. Это спорт высоких достижений, это массовый спорт, это детский спорт. И благодаря нашему взаимодействию с Международной Федерацией шахмат мы смогли вот этот турнир организовать в городе Магнитогорск. Ну, еще раз пожелаю вам удачи, пожелаю вам положительных эмоций. Пусть никто с этой у вас не получит детский мат, несмотря на то, что вы дети. Ну и пусть ваши ритмы не растут как шахматистов, как будущих победителей, чемпионов. По кубковым правилам участников делят на 4 возрастные группы. До 9 лет, до 11, до 13, до 15. В заявке более сотни мальчишек и девчонок. Приехали из соседних республик, с Ямала, но половина точно магнитогорцы. Популярности шахмат в городе есть объяснение. Три года мы активно с помощью, кстати, надо сказать, магнитогорского металлургического комбината внедряли вот этот вот шахматный всеобуч. Когда у нас прошли подготовку преподавательский состав, когда мы выделяли время, когда в конце концов выделены были материальные всевозможные средства. Все необходимое для того, чтобы дети могли не только учиться, но и, собственно, уже играть. Полтора часа на партию. Каждый ход фиксируется и записывается. Все серьезно. Телефоны, часы, наушники – все под запретом. Родители и близко в зал не пускают. Мама Матвея Мурина говорит, что привыкла поддерживать на расстоянии. Ее сын из своих 10 лет, а больше 6, посвятил шахматам. Ребенок более усидчив. Он спокоен, выдержан. Очень часто, прежде чем сказать, я замечаю, что он думает. Он очень много думает, он не говорит быстро. Все говорит по факту, так скажем. Наверное, это все влияет. Математика. Тоже математика у нас хорошо с математикой. Да и, в принципе, с образованием у нас и прошел. Он отличник. Я думаю, что это все говорит само за себя. Высокий уровень турнира подтверждает и тот факт, что в день участники играют только одну партию. Поэтому победители, обладатели Кубка Магнитки, определятся только на следующей неделе. Надежда Кенаш, Виктор Ивсаев, телекомпания ТВИН.